Аристотель. Политика. Книга первая. Поскольку, как мы видим, всякое государство представляет собой своего рода общение, всякое же общение организуется ради какого-либо блага, ведь всякая деятельность имеет в виду предполагаемое благо, то, очевидно, все общения стремятся к тому или иному благу, причем больше других и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является наиболее важным из всех и обнимает собой все остальные общения. Это общение и называется государством или общением политическим. Неправильно говорят те, которые полагают, будто понятия «государственный муж», «царь», «домохозяин», «господин» – суть понятия «тождественные». Ведь они считают, что эти понятия различаются в количественном, а не в качественном отношении. Скажем, «господин» – тот, кому подвластно небольшое число людей. «Домохозяин» – тот, кому подвластно большее число людей. А кому подвластно еще большее число – это государственный муж или царь. Будто нет никакого различия между большой семьей и небольшим государством, и будто отличие государственного мужа от царя состоит в том, что царь правит в силу лично ему присущей власти, а государственный муж отчасти властвует, отчасти подчиняется на основах соответствующей науки – политики. Это, однако, далеко от истины. Излагаемое станет ясным при рассмотрении с помощью усвоенного нами ранее метода, как в других случаях, расчленяя сложное на его простые элементы, мельчайшие части целого, и рассматривая, из чего состоит государство, мы относительно перечисленных понятий лучше увидим, чем они отличаются одно от другого, и возможно ли каждому из них дать научное объяснение. И здесь, как и повсюду, наилучший способ теоретического построения состоял бы в рассмотрении первичного образования предметов. Так, необходимость побуждает прежде всего сочетаться попарно тех, кто не может существовать друг без друга – женщину и мужчину в целях продолжения потомства. И сочетание это обусловливается несознательным решением, но зависит от естественного стремления, свойственного и остальным живым существам и растениям, оставить после себя другое подобное себе существо. Точно так же в целях взаимного самосохранения необходимо объединяться попарно существу в силу своей природы властвующему и существу в силу своей природы подвластному. Первое, благодаря своим умственным свойствам, способно к предвидению, и потому оно уже по природе своей существо властвующее и господствующее. Второе, так как оно способно лишь своими физическими силами исполнять полученные указания, является существом подвластным и рабствующим. Поэтому и господину, и рабу полезно одно и то же. Но женщина и раб по природе своей два различных существа. Ведь творчество природы ни в чем не уподобляется жалкой работе кузнецов, изготавляющих дельфийский нож. Напротив, в природе каждый предмет имеет свое назначение. Примечание. Дельфийский нож, инструмент, одновременно служивший и ножом, и мечом, получил свое название, вероятно, от того, что употреблялся в практике дельфийского культа Аполлона. Так всякий инструмент будет наилучшим образом удовлетворять своему назначению, если он предназначен для исполнения одной работы, а не многих. У варваров женщины и раб занимают одно и то же положение. И объясняется это тем, что у них отсутствует элемент, предназначенный по природе своей к властвованию. У них бывает только одна форма общения – общение раба и рабыни. Поэтому и говорит поэт, «прилично властвовать над варварами греком». «Варвар» и «раб» по природе своей понятия тождественные. Итак, из указанных двух форм общения получается первый вид общения – семья. Правильно звучит стих Гесиода. «Дом прежде всего и супруга, и бык землепашец». У бедняков бык служит вместо раба. Соответственно, общение, естественным путем возникшее для удовлетворения повседневных надобностей, есть семья. Про членов такой семьи Харонт говорит, что они едят из одного ларя, а Эпименит Критянин называет их «питающимися из одних яслей». Общение, состоящее из нескольких семей и имеющее целью обслуживания не кратковременных только потребностей – селение. Вполне естественно, что селение можно рассматривать как колонию семьи. Некоторые называют членов одного и того же селения молочными братьями, сыновьями, внуками. Греческие государства потому вначале управлялись царями, а в настоящее время тоже мы видим у негреческих племен, что они образовались из элементов, признававших над собой царскую власть, ведь во всякой семье старший облечен полномочиями царя. И в колониях семей, селениях поддерживали в силу родственных отношений между их членами тот же порядок. Об этом именно и упоминает Гомер, говоря, «правят каждой женами и детьми». Ведь они жили отдельными селениями, как, впрочем, и вообще жили люди в древнейшие времена. И о богах говорят, что они состоят под властью царя, потому что люди, отчасти еще и теперь, а отчасти и в древнейшие времена, управлялись царями. И так же, как люди уподобляют внешний вид богов своему виду, так точно они распространили это представление и на образ жизни богов. Общество, состоящее из нескольких селений, есть вполне завершенное государство, достигшее, можно сказать, в полной мере самодавляющего состояния и возникшее ради потребностей жизни, но существующее ради достижения благой жизни. Отсюда следует, что всякое государство – продукт естественного возникновения, как и первичное общение. Оно является завершением их. В завершение же сказывается природа. Ведь мы называем природой каждого объекта, возьмем, например, природу человека, коня, семьи, то его состояние, какое получается при завершении его развития. Сверх того, в осуществлении конечной цели и состоит высшее завершение, а самодавляющее существование оказывается и завершением, и наивысшим существованием. Из всего сказанного явствует, что государство принадлежит к тому, что существует по природе, и что человек по природе своей есть существо политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств, живет вне государства, либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек. Его и Гомер поносит, говоря «без роду, без племени, вне законов, без очага». Такой человек по своей природе только и жаждет войны. Сравнить его можно с изолированной пешкой на игральной доске. Что человек есть существо, общественное в большей степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные, ясно из следующего. Природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно. Между тем, один только человек из всех живых существ одарен речью. Голос выражает печаль и радость, поэтому он свойственен и остальным живым существам, поскольку их природные свойства развиты до такой степени, чтобы ощущать радость и печаль и передавать эти ощущения друг другу. «Но речь способна выражать и то, что полезно, и что вредно, равно как и то, что справедливо, и что несправедливо. Это свойство людей отличает их от остальных живых существ. Только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и тому подобное». А совокупность всего этого и создает основу семьи и государства. Первичным по природе является государство по сравнению с семьей и каждым из нас, ведь необходимо, чтобы целое предшествовало части. «Уничтожь живое существо в его целом, и у него не будет ни ног, ни рук, сохранится только наименование их, подобно тому, как мы говорим «каменная рука». Ведь и рука, отделенная от тела, будет именно такой каменной рукой. Всякий предмет определяется совершаемым им действием и возможностью совершить это действие. Раз эти свойства у предмета утрачены, нельзя уже говорить о нем как таковом. Останется только его обозначение. Итак, очевидно, государство существует по природе, и по природе предшествует каждому человеку. Поскольку последний, оказавшись в изолированном состоянии, не является существом самодавляющим, то его отношение к государству такое же, как отношение любой части к своему целому. А тот, кто не способен вступить в общение или, считая себя существом самодавляющим, не чувствует потребности ни в чем, уже не составляет элемента государства, становясь либо животным, либо божеством. Во всех людей природа вселила стремление к государственному общению, и первый, кто это общение организовал, оказал человечеству величайшее благо. Человек, нашедший свое завершение, совершеннейшее из живых существ. И наоборот, человек, живущий вне закона и права, наихудший из всех, ибо несправедливость, владеющая оружием, тяжелее всего. Природа же дала человеку в руки оружия умственную и нравственную силу, а ими вполне можно пользоваться в обратную сторону. Поэтому человек, лишенный добродетели, оказывается существом самым нечестивым и диким, низменным в своих половых и вкусовых позывах. Понятие справедливости связано с представлением о государстве, так как право, служащее мирилом справедливости, является регулирующей нормой политического общения. Уяснив, из каких элементов состоит государство, мы должны прежде всего сказать об организации семьи. Ведь каждое государство слагается из отдельных семей. Семья, в свою очередь, состоит из элементов, совокупность которых и составляет ее организацию. В совершенной семье два элемента — рабы и свободные. Так как исследование каждого объекта должно начинать прежде всего с рассмотрения мельчайших частей его составляющих, а первоначальными и мельчайшими частями семьи являются господин и раб, муж и жена, отец и дети, то и следует рассмотреть каждый из этих трех элементов, что каждый из них представляет собой и каковым он должен быть. Отношения, существующие между тремя указанными парными элементами, можно охарактеризовать так. «Господская» — «брачная» — «сожительство мужа и жены» не имеет особого термина для своего обозначения, и третья — «отцовская», и это отношение не обозначается особым термином. Пусть их будет три, именно названные нами. Существует еще один элемент семьи, который, по мнению одних, и есть ее организация, а по мнению других, составляет главнейшую часть ее. Я имею в виду так называемое «искусство накопления». В чем оно состоит, мы разберем дальше. Остановимся прежде всего на господине и рабе и посмотрим на их взаимоотношения с точки зрения практической пользы. Можем ли мы, для уяснения этого отношения, стать на более правильную, сравнительно с имеющимися теориями, точку зрения? Дело в том, что, по мнению одних, власть господина над рабом есть своего рода наука. Причем и эта власть, и организация семьи, государства, и царская власть — одно и то же, как мы уже упомянули в начале. Наоборот, по мнению других, самая власть господина над рабом противоестественна. Лишь по закону один раб, другой свободный. По природе же никакого различия нет. Поэтому и власть господина над рабом, как основанная на насилии, несправедлива. Собственность есть часть дома, и приобретение есть часть семейной организации. Без предметов первой необходимости нельзя не только хорошо жить, но и вообще жить. Во всех ремеслах с определенно поставленной целью нужны бывают соответствующие орудия, если работа должна быть доведена до конца. Из этих орудий одни являются неодушевленными, другие одушевленными. Например, для кормчива руль – неодушевленное орудие, рулевой – одушевленное. Потому что в искусствах ремесленник играет роль орудия. Так точно и для домохозяина собственность оказывается своего рода орудием для существования, и приобретение собственности требует массу орудий. Причем раб – некая одушевленная собственность. Как и вообще в искусствах всякий ремесленник, как орудие, стоит впереди других инструментов. Если бы каждое орудие могло выполнять свойственную ему работу само, по данному ему приказанию или даже его предвосхищая, и уподоблялось бы статуям Дедала или треножникам Гефеста, о которых поэт говорит, что они сами собой входили в собрание богов. Если бы ткацкие челноки сами ткали, а плектры сами играли на кефари, тогда и зодчие не нуждались бы в работниках, а господам не нужны были бы рабы. Плектры – небольшие инструменты разнообразной формы из дерева, металла, слоновой кости, рога, служившие для того, чтобы производить вибрацию струн кефары. Орудия, как таковые, имеют своим назначением продуктивную деятельность, собственный же является орудием деятельности активной. Ведь, пользуясь ткацким челноком, мы получаем нечто иное, чем его применение. Одежда же и ложа являются для нас только предметами пользования. В силу специфического отличия продуктивной и активной деятельности, конечно, соответственно, различны и те орудия, которые потребны для той и для другой. Но жизнь – активная деятельность, а не продуктивная. Значит, и раб служит тому, что относится к области деятельности активной. Собственность нужно понимать в том же смысле, что и часть. Часть же есть не только часть чего-либо другого, но она вообще немыслима без этого другого. Это вполне приложимо и к собственности. Поэтому господин есть только господин-раба, но не принадлежит ему. Раб же не только раб господина, но и всецело принадлежит ему. Из вышеизложного ясно, что такое раб по своей природе и по своему назначению. Кто по природе принадлежит не самому себе, а другому, и при этом все-таки человек. Тот по своей природе раб. Человек же принадлежит другому в том случае, если он, оставаясь человеком, становится собственностью. Последнее представляет собой орудие активное и отдельно существующее. После этого нужно рассмотреть, может ли или не может существовать по природе такой человек, то есть раб, и лучше ли и справедливо ли быть кому-либо рабом или нет. Но всякое рабство противно природе. Нетрудно ответить на эти вопросы и путем теоретических рассуждений, и на основании фактических данных. Ведь властвование и подчинение не только необходимы, но и полезны. И прямо от рождения некоторые существа различаются в том отношении, что одни из них как бы предназначены к подчинению, другие к властвованию. Существует много разновидностей властвующих и подчиненных. Однако чем выше стоят подчиненные, тем более совершенна сама власть над ними. Так, власть над человеком более совершенна, чем власть над животным. Ведь чем выше стоит мастер, тем совершеннее исполняемая им работа. Но где одна сторона властвует, а другая подчиняется, там только и может идти речь о какой-либо их работе. И во всем, что, будучи составленной из нескольких частей, непрерывно связанных одна с другой или разъединенных, составляет единое целое, сказывается властвующее начало и начало подчиненное. Это общий закон природы, и как таковому ему подчинены одушевленные существа. Правда, и в предметах неодушевленных, например, в музыкальной гармонии, можно подметить некий принцип властвования, но этот вопрос может, пожалуй, послужить предметом специального исследования. Живое существо состоит прежде всего из души и тела. Из них по своей природе одно начало властвующее, другое начало подчиненное. Разумеется, когда дело идет о природе предмета, последний должен рассматриваться в его природном, а не возвращенном состоянии, поэтому надлежит обратиться к рассмотрению такого человека, физическое и психическое начало которого находится в наилучшем состоянии. на этом примере станет ясным наше утверждение. У людей же испорченных или расположенных к испорченности в силу их нездорового и противного природе состояния зачастую может показаться, что тело властвует над душой. Согласно нашему утверждению, во всяком живом существе прежде всего можно усмотреть власть господскую и политическую. Душа властвует над телом как господин, а разум над нашими стремлениями как государственный муж. Отсюда ясно, сколь естественно и полезно для тела быть в подчинении у души, а для подверженной аффектом части души быть в подчинении у разума и рассудочного элемента души и наоборот какой всегда получается вред при равном или обратном соотношении. То же самое положение остается в силе и в отношении человека и остальных живых существ. Так домашние животные по своей природе стоят выше, чем дикие. и для всех домашних животных предпочтительнее находиться в подчинении у человека. Так они приобщаются к своему благу. Так же и мужчина по отношению к женщине. Первый по природе своей выше, вторая ниже, и вот первый властвует, вторая находится в подчинении. Тот же самый принцип неминуемо должен господствовать и во всем человечестве. Все те, кто в такой сильной степени отличается от других людей, в какой душа отличается от тела, а человек от животного, это бывает со всеми, чья деятельность заключается в применении физических сил, это наилучшее, что они могут дать. Те люди по своей природе рабы. Для них, как и для вышеуказанных существ, лучший удел быть в подчинении такой власти. Ведь раб по природе тот, кто может принадлежать другому, потому он и принадлежит другому, и кто причастен к рассудку в такой мере, что способен понимать его приказания, но сам рассудком не обладает. Что же касается остальных живых существ, то они не способны к пониманию приказаний и рассудка, но повинуются движениям чувств. Впрочем, польза, доставляемая домашними животными, мало чем отличается от пользы, доставляемой рабами, и те, и другие своими физическими силами оказывают помощь в удовлетворении наших насущных потребностей. Природа желает, чтобы и физическая организация свободных людей отличалась от физической организации рабов. У последних телом мощное, пригодное для выполнения необходимых физических трудов. Свободные же люди держатся прямо и не способны к выполнению подобного рода работ. Зато они пригодны для политической жизни, а это последнее разделяется у них на деятельность в военное и мирное время. Впрочем, зачастую случается и наоборот. Одни имеют только свойственные свободным тела, а другие только души. Ясно во всяком случае следующее. Если бы люди отличались между собой только физической организацией, в такой степени, в какой отличаются от них в этом отношении изображения богов, то все признали бы, что люди, уступающие в отношении физической организации, достойны быть рабами. Если это положение справедливо относительно физической природы людей, то еще более справедливо установить такое разграничение относительно их психической природы. Разве что красоту души не так легко увидеть, как красоту тела. Очевидно во всяком случае, что одни люди по природе свободны, другие рабы, и этим последним быть рабами и полезно, и справедливо. нетрудно усмотреть, что правы в некотором отношении и те, кто утверждает противно. В самом деле выражения рабства и раб употребляются в двояком смысле. Бывает раб и рабство и по закону. Закон является своего рода соглашением, в силу которого захваченное на войне называют собственностью овладевших им. Это право многие причисляют к противозакониям из тех, что иногда вносят ораторы. Было бы ужасно, если бы обладающий большой физической силой человек только потому, что он способен к насилию, смотрел на захваченного путем насилия, как на раба и подвластного себе. И одни держат с такого мнения, другие и иного, и притом даже среди мудрецов. Причиной этого разногласия в мнениях, причем каждая сторона приводит в пользу защищаемого ею положения свои доводы, служит то, что и добродетель вполне может, раз ей даны на то средства, прибегать до известной степени к насилию. Что всякого рода превосходство всегда заключает в себе преизбыток какого-то блага. Так что и насилию, кажется, присущ до известной степени элемент добродетели. Следовательно, спорить можно только о справедливости. По мнению одних, со справедливостью связано благоволение к людям. По мнению других, справедливость заключается уже в том, чтобы властвовал человек более сильный. При изолированном противопоставлении этих положений оказывается, что ни одно из них не обладает ни силой, ни убедительностью, будто лучшее в смысле добродетели не должно властвовать и господствовать. Некоторые опираясь, как они думают, на некий принцип справедливости, ведь закон есть нечто справедливое, полагают, что рабство в результате войны справедливо, но в то же время и отрицают это. В самом деле, ведь самый принцип войны можно считать несправедливым, и никоим образом нельзя было бы утверждать, что человек, не заслуживающий быть рабом, все-таки должен стать таковым. Иначе окажется, что люди заведомо самого благородного происхождения могут стать рабами и потомками рабов только потому, что они, попав в плен, были проданы в рабство. Поэтому защитники последнего из указанных мнений не хотят называть их рабами, но называют так только варваров. однако, когда они это говорят, они ищут не что-нибудь другое, а лишь рабство по природе, о чем мы и сказали с самого начала. Неизбежно приходится согласиться, что одни люди повсюду рабы, другие нигде таковыми не бывают. Таким же точным образом они судят и о благородстве происхождения. Себя они считают благородными не только у себя, но и повсюду. Варваров же только на их родине, как будто в одном случае имеется благородство и свобода безусловные, в другом небезусловные. В таком духе говорит и Елена у Феодекта. Меня с обеих сторон происходящую от божественных предков, кто решился бы назвать рабыней? Говоря это, они различают человека арабского и свободного положения, людей благородного и неблагородного происхождения, единственно по признаку добродетелей и порочности. При этом предполагается, что как от человека рождается человек, от животного животное, так и от хороших родителей хороший. природа же зачастую стремится к этому, но достигнуть этого не может. Из сказанного таким образом ясно, что колебания во взглядах на природу рабства имеют некоторые основания. С с одной стороны, одни не являются по природе рабами, а другие свободными, а с другой стороны, у некоторых от различия существует и для них полезно и справедливо одному быть в рабстве, другому господствовать, и следует, чтобы один подчинялся, а другой властвовал и осуществлял вложенную в него природой власть, так, чтобы быть господином. Но дурное применение власти не приносит пользы ни тому, ни другому, ведь что полезно для части, то полезно и для целого, что полезно для тела, то полезно и для души, а раб же является некой частью господина, как бы одушевленный, хотя и отделенный частью его тела. Поэтому полезно рабу и господину взаимное дружеское отношение, раз их взаимоотношения покоятся на естественных началах. А у тех, у кого это не так, но отношения основываются на законе и насилии, происходит обратно. Из предыдущего ясно и то, что власть господина и власть государственного мужа, равно, как и все виды власти, нетождественны, как это утверждают некоторые. Одна власть над свободными по природе, другая власть над рабами. Власть господина в семье монархия, ибо всякая семья управляется своим господином монархически. Власть же государственного мужа это власть над свободными и равными. Господином называют не за знания, а за природные свойства. Точно так же обстоит дело с рабом и свободным. Правда, можно вообразить и науку о власти господина, как и науку о рабстве, последнюю, вроде той, какая существовала в Сиракузах, где некто обучал людей рабству. За известное вознаграждение он преподавал молодым рабам знания, относящиеся к области обычного рода домашних услуг. Такое обучение могло бы простираться и на дальнейшей области, например, можно было бы обучать кулинарному искусству и остальным подобного же рода статьям домашнего услужения. Работы ведь бывают разные, одни более высокого, другие и более насущного характера, как говорит и пословица «раб рабу, господин господину рознь». Все подобного рода науки рабские, господская же наука, как пользоваться рабом. И быть господином вовсе не значит уметь приобретать рабов, но уметь пользоваться ими. В этой науке нет ничего невеликого невозвышенного, ведь то, что раб должен уметь исполнять, то господин должен уметь приказывать. Поэтому у тех, кто имеет возможность избежать таких хлопот, управляющие берет на себя эту обязанность, сами же они занимаются политикой или философией. Что касается науки о приобретении рабов, в той мере, в какой оно справедливо, то она отличается от обеих вышеуказанных, являясь чем-то вроде науки о войне или науки об охоте. Вот наши соображения о рабе и господине. Теперь мы займемся рассмотрением того, что такое собственность вообще и в чем заключается искусство наживать состояние, руководясь принятым нами методом исследования, так как и раб есть некая часть собственности. Прежде всего может возникнуть вопрос, тождественно ли искусство наживать состояние с наукой о домохозяйстве или или это искусство есть часть данной науки, или оно стоит в служебном к ней отношении и, если так, то не находится ли искусство наживать состояние в таком же отношении к науке к науке домохозяйстве, в каком стоит умение сделать ткацкий челнок к ткацкому искусству или умение сделать сплав бронзы к искусству ваяния. Дело в том, что оба последних умения находятся не в одинаковом служебном отношении к связанным с ними искусствам, так как первое доставляет орудие, второе материал, под материалом я разумею субстрат, посредством которого какая-либо работа может быть доведена до конца, например, для ткача шерсть, для ваятеля бронза. Ясно, что искусство наживать состояние нет тождественно науке о домохозяйстве. В одном случае речь идет о приобретении средств, в другом о пользовании ими. К чему в самом деле будет относиться умение пользоваться всем, что имеется в доме, как не к науке о домохозяйстве? Но вопрос о том, представляет ли искусство наживать состояние часть науки о домохозяйстве или оно является особой, отличной от нее отраслью знания, вызывает затруднения, если считать, что тот человек, который владеет указанными искусствами, может исследовать, в чем заключается источник имущественного благосостояния и вообще собственности. Понятие собственности богатства заключает в себе много разновидностей. Во-первых, земледелие. Часть ли это науки о домохозяйстве или особая, отдельная от нее отрасль знания? Тот же вопрос можно задать и вообще относительно заботы о средствах пропитания и приобретения их. Так как существует много родов пищи, то многоразличен образ жизни и животных и людей. Без пищи жить нельзя. Почему разнообразные виды питания повлекли за собой и разнообразный образ жизни животных? Одни из животных живут стадно, другие разбросанно, смотря по тому, какой образ жизни оказывается более пригодным для добывания пищи, так как одни из животных плотоядные, другие травоядные, третий всеядные. Природа определила образ жизни животных с таким расчетом, чтобы каждому из них можно было с большей легкостью добывать себе подходящую пищу. Не одна и та же пища по природе приятна каждому животному, но одному подходит одна, другому другая, поэтому образ жизни плотоядных животных отличается от образа жизни травоядных. То же самое и среди людей. Образ их жизни бывает весьма различным. Наиболее ленивые из них ведут образ жизни кочевников, которые питаются, не прилагая ни труда, ни заботы, мясом домашних животных, так как кочевникам приходится в поисках пастбищ для своих стад, постоянно переменять место своего кочевья, то они поневоле и сами следуют за своими стадами, они как бы возделывают живую пашню. Другие люди живут охотой, разные, различными видами охоты. Например, для одних охотой является грабеж, для других обитающих у озер, болот, рек или морей обильных рыбой охотой служит рыбная ловля, третьи охотятся на птицу или диких зверей. Все же огромное большинство людей живет благодаря земледелию и культурным растениям. Таков примерный образ жизни у тех, кто непосредственно трудится над тем, что дает природа, не прибегая для добывания средств к жизни, к обмену и торговли, кочевой быт, земледельческий, разбой, рыболовство, охота. Некоторые живут приятно, соединяя те или иные из этих видов и заимствуя у одного из них то, чего не хватает другому, чтобы быть самодавляющим. Например, одни соединяют кочевнический и разбойнический образ жизни, другие земледельческий и охотничий, равным образом и остальные. Люди ведут такой образ жизни, какой их заставляет вести нужда. По-видимому, сама природа дарует всем по достижении полного развития такую же собственность, какую она дает им сразу при их возникновении. Некоторые животные уже в то время, как они рождают детенышей, доставляют им такое количество пищи, какое бывает достаточным до той поры, пока детеныши не будут в состоянии добывать ее себе сами. Таковы, например, те животные, которые выводят червей или кладут яйца. А все производящие живых детенышей животные до известного времени имеют пищу для рожденных в самих себе, именно вещество, называемое молоком. Равным образом ясно, и из наблюдений тоже надо заключить, что и растения существуют ради живых существ, а животные ради человека. Домашние животные служат человеку как для потребностей домашнего обихода, так и для пищи, а из диких животных, если не все, то большая часть для пищи и для других надобностей, чтобы получать от них одежду и другие необходимые предметы. Если верно то, что природа ничего не создает в незаконченном виде и напрасно, то следует признать, что она создает все выше упомянутое, ради людей. Поэтому и военное искусство можно рассматривать до известной степени как естественное средство для приобретения собственности. Ведь искусство охоты есть часть военного искусства. Охотиться должно как на диких животных, так и на тех людей, которые, будучи от природы предназначенными к подчинению, не желают подчиняться. Такая война по природе своей справедлива. Итак, один из видов искусства приобретения является по природе своей частью науки о домохозяйстве, и мы должны допустить, что либо он существует сам по себе, либо существование его обеспечивается теми, кто занят накоплением средств, необходимых для жизни и полезных для государственной и семейной общины. Истинное богатство, по-видимому, и состоит в совокупности этих средств. Ведь мера обладания собственностью, которая является достаточной для хорошей жизни, не беспредельна. Как говорит Солон в одном из своих стихотворений, людям не указан никакой предел богатства. Предел этот существует, как он существует и в остальных искусствах. Всякое орудие во всяком искусстве не является беспредельным в отношении своего количества и величины. Богатство же представляет собой совокупность орудий экономических и политических. Итак, из сказанного ясно, в каком отношении и по какой причине искусство приобретения относится по своей природе к сфере деятельности домохозяина и государственного мужа. Существует другой род искусство приобретения, которое обыкновенно называют и с полным правом искусством наживать состояние. С этим искусством и связано представление, будто богатство и нажива не имеют никакого предела. Многие полагают, что это искусство вследствие его близкого соседства с искусством приобретения тождественно с последним. На самом деле оно не тождественно с названным, но не является и далеким от него. Одно из них существует по природе, другое не по природе, но больше за счет известной опытности и технического приспособления. При рассмотрении этого искусства будем исходить из следующего положения. Пользование каждым объектом владения бывает двоякое. В обоих случаях пользуется объектом как таковым, но не одинаковым образом. В одном случае объектом пользуется по его назначению, в другом не по назначению. Например, обувью пользуется и для того, чтобы надевать ее на ноги и для того, чтобы менять ее на что-либо другое. И в том и другом случае обувь является объектом пользования, ведь и тот, кто обменивает обувь, имеющему в ней надобность на деньги или на пищевые продукты, пользуется обувью как обувью, но не по назначению, так как оно не заключается в том, чтобы служить предметом обмена. Так же обстоит дело и с остальными объектами владения, все они могут быть предметом обмена. Первоначальное развитие миновой торговли было обусловлено естественными причинами, так как люди обладают необходимыми для жизни предметами одними в большем, другими в меньшем количестве. Отсюда также ясно, что мелкая торговля не имеет по природе никакого отношения к искусству наживать состояние, потому что вначале обмен ограничивался исключительно предметами первой необходимости. В первой общине, то есть в семье, не было явно никакой надобности в обмене. Он сделался необходимым, когда общение стало обнимать уже большее количество членов. в самом деле в первоначальной семье все было общим. Разделившись, стали нуждаться во многом из того, что принадлежало другим, и неизбежно приходилось прибегать к взаимному обмену. Такой способ обмена еще и в настоящее время практикуется у многих варварских народов. Они обмениваются между собой только предметами необходимыми и больше ничем, например, они обменивают вино на хлеб и наоборот и тому подобное. Такого рода миновая торговля и не против природы и вовсе не является разновидностью искусства наживать состояние, ведь ее назначение восполнять то, чего недостает для согласной с природой самодавляющей жизни. Однако из указанной миновой торговли развелось все-таки вполне логически и искусство наживать состояние, когда стала больше требоваться чужая помощь для ввоза недостающего и вывоза излишков, неизбежно стала ощущаться потребность в монете, так как далеко не каждый предмет первой необходимости можно было легко перевозить. ввиду этого пришли к соглашению давать и получать при взаимном обмене нечто такое, что, представляя само по себе ценность, было бы вместе с тем вполне сподручно в житейском обиходе, например, железо, серебро или нечто иное. Сначала простым измерением и взвешиванием определяли ценность таких предметов, а в конце концов, чтобы освободиться от их измерения, стали отмечать их чеканом, служившим показателем их стоимости. После того, как в силу необходимости обмена возникли деньги, появился другой вид искусства наживать состояние, именно торговля, Сначала она, быть может, велась совершенно просто, но затем по мере развития опытности стала совершенствоваться в смысле источников и способов, какими торговые обороты могли бы принести наибольшую прибыль. Вот почему и создалось представление, будто предметом искусства наживать состояние служат главным образом деньги, и будто главной его задачей является исследование того источника, из которого возможно почерпнуть наибольшее их количество, ведь оно рассматривается как искусство, создающее богатство и деньги. И под богатством зачастую понимают именно преизобилие денег, вследствие того, что будто бы искусство наживать состояние и торговля направлены к этой цели. Иногда, впрочем, деньги кажутся людям пустым звуком и вещью вполне условно и по существу ничем, так как стоит лишь тем, кто пользуется деньгами, переменить отношение к ним, и деньги потеряют всякое достоинство, не будут иметь никакой ценности в житейском обиходе. А человек, обладающий даже большими деньгами, часто не в состоянии будет достать себе необходимую пищу. Такого рода богатство может оказаться прямо-таки не имеющим никакого смысла, и человек, обладающий им в преизобилии, может умереть голодной смертью, подобно тому легендарному Мидасу, у которого вследствие ненасытности его желаний все предлагавшиеся ему яства превращались в золото. Ввиду всего вышеизложенного, на правильном пути исследования стоят те, кто определяет богатство и искусство наживать состояние как нечто отличное одно от другого. В самом деле искусство наживать состояние и сообразное с природой богатство суть вещи различны. Искусство наживать состояние относится к области домохозяйства, а торговая деятельность создает имущество не всякими способами, а лишь путем обмена имущества. Торговля, по-видимому, имеет дело главным образом с денежными знаками, служащими необходимым элементом и целью всякого обмена. И богатство, являющееся в результате применения этого искусства наживать состояние, действительно не имеет каких-либо пределов. Подобно тому, как медицина имеет беспредельную цель абсолютное здоровье человека, точно так же и каждая из искусств беспредельна в достижении своих целей, и к этому они больше всего стремятся. Но те средства, которые ведут искусство к достижению и его цели ограничены, так как сама цель служит в данном случае для всякого искусства пределом. Подобно этому и в искусстве наживать состояние никогда не бывает предела в достижении цели, а целью здесь оказывается богатство и обладание деньгами. Напротив, в области, относящейся к домохозяйству, а не к искусству наживать состояние, предел имеется, так как целью домохозяйства служит не накопление денег. Вместе с тем ясно, что всякого рода богатство должно бы иметь свой предел, но в действительности мы видим происходит противоположное. Все занимающиеся денежными оборотами стремятся увеличить количество денег до бесконечности. Причиной этого является тесное соприкосновение обеих областей, и та, и другая скрещиваются между собой в применении тождественных средств для достижения своих целей. И в той, и в другой области предметом пользования оказывается одна и та же собственность, но не одинаково. В одном случае цель нечто иное, в другом приумножение того же самого. И потому некоторые считают это конечной целью в области домохозяйства и настаивают на том, что нужно или сохранять имеющиеся денежные средства, или даже стремиться приумножить их до беспредельности. В основе этого направления лежит стремление к жизни вообще, но не к благой жизни. И так как эта жажда беспредельна, то и стремление к тем средствам, которые служат к утолению этой жажды, также безгранично. И даже те люди, которые стремятся к благой жизни, ищут того, что доставляет им физические наслаждения, и так как по их представлению средство для осуществления этого дает собственность, то вся деятельность таких людей направляется на наживу. Таким вот путем и получил свое развитие второй вид искусства наживать состояние. А так как физические наслаждения имеются в преизобилии, то такие люди ищут и средств, которые доставляли бы им этот преизбыток наслаждений. Если люди не в состоянии достигнуть своей цели при помощи искусства наживать состояние, то они стремятся к ней иными путями и для этого пускают в ход все свои способности вопреки даже голосу природы. Так, мужество заключается в отваге, а не в наживании денег. Точно так же военное и врачебное искусство имеют ввиду не наживу, но первое одержание победы, второе доставление здоровья. Однако эти люди обращают все свои способности на наживу денег, будто это является целью, а для достижения цели приходится идти на все. Вот что я считаю нужным сказать о том искусстве наживать состояние, которое не является необходимым. Я описал сущность его и указал на те причины, в силу которых мы прибегаем к нему. Что касается того искусства наживать состояние, которое является необходимым, то я указал на отличие его от искусства ненеобходимого. Необходимое искусство относится к области домохозяйства. оно сообразно с природой, направлено на добывание средств к жизни и не беспредельно, как искусство не необходимое, а имеет свои границы. Теперь ясеный ответ на поставленный в начале вопрос. Относится ли к области деятельности домохозяина и государственного мужа искусство наживать состояние или скорее не относится? Правда, нужно предполагать это искусство как бы уже имеющимся в наличии. Так ведь и политика не создает людей, но берет их такими, какими их создала природа. Точно так же и природа, земля, море и тому подобное должна доставлять человеку необходимое пропитание и на обязанности домохозяина лежит всему тому, что получается из этих источников дать соответствующее назначение. Так предметом ткацкого искусства является не изготовление шерсти, но использование ее, умение распознать, какая шерсть доброкачественна и пригодна, какая недоброкачественна и непригодна. можно поставить еще и такой вопрос. Почему искусство наживать состояние относится к области домохозяйства, а медицина не относится? Ведь здоровье является столь же необходимым для членов семьи, как и питание и тому подобные жизненные потребности. В одном отношении и домохозяин, и правитель должны заботиться и о здоровье им подвластных. В другом отношении это дело является предметом заботы не их, а врача. Точно так же и относительно денег. С одной стороны, забота о денежных средствах составляет предмет ведения домохозяина, с другой нет, но входит в круг подсобной деятельности. Преимущественно же, как это отмечено и ранее, она должна быть в наличии по природе. Ведь природа заботится о доставлении питания созданному ею существу. Всякое такое существо получает свое питание как бы в наследство от того существа, которое произвело его на свет. Вот почему для всех сообразное с природой искусство наживать состоит в извлечении пользы от плодов и животных. Это искусство, как мы сказали, бывает двояким. С одной стороны, оно относится к области торговли, с другой к области домохозяйства, причем последнее обусловлено необходимостью и заслуживает похвалы. Обменная же деятельность по справедливости вызывает порицание, как деятельность обусловленная неестественными причинами, но возникшая в силу необходимости взаимного обмена между людьми. Поэтому с полным основанием вызывает ненависть расставщичество, так как оно делает сами денежные знаки предметом собственности, которые таким образом утрачивают то свое назначение, ради которого они были созданы, ведь они возникли ради миновой торговли, взимание же процентов ведет именно к росту денег, отсюда это и получило свое название. Как дети походят на своих родителей, так и проценты являются денежными знаками, происшедшими от денежных знаков. Этот род наживы оказывается по преимуществу противным природе. Разобрав в достаточной мере теорию искусства наживать состояние, мы должны перейти к практической стороне вопроса. Во всех подобного рода предметах в теориях открывается широкий простор, тогда как практика в каждом случае связана с определенными условиями. К практической стороне искусства наживать состояние относится усвоение опыта в деле приобретения предметов владения. Какие из них наиболее полезны, где и каким образом можно достать их, например, при приобретении коней, коров, овец, равно как и прочих домашних животных, нужно быть опытным в знании того, какие из этих животных представляют наибольшую пользу, какие из них, в каких местностях имеются, так как одни из домашних животных родятся в изобилии в одних местах, другие в других. Затем нужно быть осведомленным относительно земледелием, при том и просто в собственном смысле, и в плодоводстве, так же и в пчеловодстве, и относительно других плавающих или летающих животных, от которых можно получить выгоду. Вот самые существенные исходные части искусства наживать состояние в собственном смысле. Самым же значительным видом деятельности, имеющей своим предметом обмен, является торговля. Она также состоит из трех частей морская торговля, транзитная торговля и розничная торговля. Они различаются тем, что одни сопряжены с наименьшим риском, другие приносят наибольший барыш. Вторым видом деятельности, имеющей своим предметом обмен, служит отдача денег в рост. Третьим предоставление своего труда за плату. Это последнее находит приложение отчасти в ремеслах, отчасти же у людей неспособных к ремеслу и зарабатывающих себе средства исключительно физическим трудом. 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 Наконец, третий вид искусства наживать состояние занимает среднее место между этим видом и первым, так как он относится частью к деятельности, цель которой наживать состояние в соответствии с природой, частью к деятельности, цель которой наживать состояние путем обмена. Этот третий вид заключает в себе все то, что имеет отношение к земле как таковой и к тому, что произрастает из земли и что, не давая плодов в собственном смысле, тем не менее приносит пользу, как, например, рубка леса и все виды горного дела. Последнее заключает в себе, в свою очередь, много разновидностей, поскольку горные породы, добываемые из земли, весьма разнообразны. Сказанного в общих чертах о каждом из видов, относящихся к искусству наживать состояние, достаточно. Конечно, было бы полезно с практической точки зрения тщательно разобрать здесь и детали, но задерживаться на них было бы не кстати. Из перечисленных родов деятельности самым искусным является тот, при котором наименьшее значение имеет случайность, самым низменным, тот, при котором получают повреждения тела, самым рабским, тот, где требуется исключительное применение физических сил, наименее же благородным, где меньше всего требуются добродетели. Об указанном предмете имеет своя литература, например, сочинение Харета Поросского и Аполлодора Лемносского о земледелии как простом, так и о плодоводстве, равно как и сочинение других писателей о подобного же рода предметах. Интересующийся ими может получить достаточные сведения из указанных сочинений. Сверх того полезно собирать и те ходячие рассказы, в которых говорится, каким образом некоторым людям удалось нажить состояние. Все это послужит на пользу тем, кто относится с вниманием к искусству наживать состояние. К такого рода рассказам принадлежит и рассказ о Фолесе Милецком. Это рассказ о некоем предвидении, использованном для того, чтобы нажить состояние, и его приписывают Фолесу, имея в виду его мудрость, но ее можно рассматривать с общей точки зрения. Когда его попрекали бедностью, утверждая, будто занятия философией никакой выгоды не приносят, то рассказывают, он, предвиде на основании астрономических данных богатый урожай оливок, еще до истечения зимы роздал в задаток имевшуюся у него небольшую сумму денег всем владельцам маслобоин в милете и на хиосе, законтрактовав их дешево, так как никто с ним не конкурировал. Когда наступило время сбора оливок, и сразу многим одновременно потребовались маслобойни, он, отдавая маслобойни на откуп на желательных ему условиях и собрав много денег, доказал, что философам при желании легко разбогатеть, но не это является предметом их стремлений. Так, говорят, Фалес дал доказательство своей мудрости. Но и вообще, как мы сказали, выгодно в смысле наживания состояния, если кто сумеет захватить какую-либо монополию, поэтому и некоторые государства, находясь в стесненном финансовом положении, прибегают к получению такого дохода. Они заводят монополию на те или иные товары. Так в Сицилии некто скупил на отданные ему в рост деньги все железо из железоделательных мастерских. А затем, когда прибыли торговцы из гаваней, стал продавать железо как монополист с небольшой надбавкой на его обычную цену. И все-таки он на пятьдесят талантов заработал сто. Узнав об этом, Дионисий издал приказ, в силу которого этому человеку разрешалось увезти деньги с собой. Сам же он, однако, должен был оставить Сиракузы, так как он нашел источник доходов, который наносил ущерб интересам Дионисия. Находчивость Фалеса и Сицилийца была одинакова. Оба они сумели в одинаковой мере обеспечить себе монополию. Такого рода сведения полезно иметь и политическим деятелям. Многие государства, как и семьи, но еще в большей степени нуждаются в денежных средствах и в такого рода доходах. Встречаются и такие государственные мужи, вся деятельность которых направлена к этой цели. Наука о домохозяйстве предполагает три элемента власти. Во-первых, власть господина по отношению к рабам, об этом мы говорили выше. Во-вторых, отношение отца к детям. В-третьих, отношение мужа к жене. Действительно, властвуют и над женой, и над детьми, как существами свободными, но осуществляется эта власть не одинаковым образом. Власть мужа над женой можно сравнить с властью политического деятеля. власть отца над детьми с властью царя. Ведь мужчина по своей природе, исключая лишь те или иные ненормальные отклонения, более призван к руководительству, чем женщина, а человек старший и зрелый может лучше руководить, чем человек молодой и незрелый. При замещении большей части государственных должностей между людьми властвующими и подчиненными соблюдается очередность, и те, и другие совершенно естественно стремятся к равенству и к уничтожению всяких различий. Тем не менее, когда одни властвуют, а другие находятся в подчинении, все-таки является стремление провести различия между теми и другими в их внешнем виде, в их речах и в знаках почета. Это имел в виду, между прочим, и Амасис, когда рассказывал о своем сосуде для омовения ног. Смотри у Геродота. По низвержении Априа воцарился Амасид. Первое время египтяне пренебрегали Амасидом и нисколько не ценили его, так как раньше того он был простым гражданином и незнатного рода. С течением времени он расположил египтян к себе ловким и грубым средством. Именно у него было множество различных сокровищ, в числе их золотая лохань, в которой сам Амасид и все его застольники обмывали себе ноги. Лохань эту он изломал в куски, сделал из нее кумир божества и поставил его на самом видном месте в городе. Египтяне подходили к статуе и оказывали ей большое почтение. Узнавши о таком поведении горожан, Амасид созвал египтян и объяснил им, что кумир сделан из лохани, в которую прежде египтяне плевали, мочились, в которой мыли ноги, а потом ей же оказывают большое почтение. То же самое, что с лоханью, случилось, сказал он и с ним самим, хотя прежде он был простой гражданин, но в настоящее время он царь их и потому советовал им чтить его и высоко ценить. Отношение мужчины к женщине всегда определяется вышеуказанным образом. Власть же отца над детьми может быть уподоблена власти царя, родитель властвует над детьми в силу своей любви к ним и вследствие того, что он старше их, а такой вид власти есть именно царская власть. Поэтому прекрасно выразился Гомер, назвав Зевса отцом людей и богов, как царя всех их. Царь по природе должен отличаться от подданных, но быть одного с ними рода. И также относится старший к младшим и родитель к ребенку. Ясно, что в домохозяйстве следует заботиться более о людях, нежели о приобретении бездушной собственности, более о добродетели первых, нежели об изобилии последней, то, что мы называем богатством, более о людях свободных, нежели о рабах. Прежде всего, относительно рабов может возникнуть вопрос, мыслимо ли у раба вообще какая-либо добродетель, помимо его пригодности для работы и прислуживания. Обладает ли раб другими, более высокими добродетелями, как, например, скромность, мужество, справедливость и тому подобные свойства? Или у раба нет никаких иных качеств, помимо способности служить своими физическими силами? Ответить «да» и «нет» было бы затруднительно. Если «да», то чем они будут отличаться от свободных людей? Если «нет», то это было бы странно, так как ведь и рабы, и люди и одарены рассудком. Приблизительно то же самое затруднение возникает и при исследовании вопроса о женщине и ребенке. Есть ли у них добродетели? Должна ли женщина быть скромной, мужественной и справедливой? И ребенок бывает ли своевольным и скромным или нет? Стоит рассмотреть этот вопрос и с общей точки зрения в приложении к существу, предназначенному природой быть в подчинении и к существу по природе, призванному к властвованию? Тождественно ли у них добродетель или различно? И если обоим этим существам должно быть свойственно совершенство, то почему одно из них предназначено раз навсегда властвовать, а другое быть в подчинении? И это отличие не может основываться на большей или меньшей степени совершенства, присущего тому и другому существу, так как сами понятия «быть в подчинении» и «властвовать» отличаются одно от другого в качественном, а не в количественном отношении. признавать совершенство за одними и отрицать его в других, разве это не было бы удивительно? Ведь если начальствующий не будет воздержанным и справедливым, как он может прекрасно властвовать? Точно так же, если подчиненный не будет обладать этими добродетелями, как он может хорошо подчиняться? Человек необузданный и низкопробный ни в чем не исполнит своего долга. Таким образом, ясно, что оба должны быть причастны к добродетели, но что этот добродетель должна отличаться так же, как отличаются между собой властвующие и подчиненные по природе. Это отличие неминуемо приводит нас к исследованию свойств души. В ней одно начало является по природе властвующим, другое подчиненным. Им, как мы утверждаем, соответствуют свои добродетели, как бы добродетели разумного начала и неразумного. Ясно, что то же самое отношение должно существовать и в других областях, и что по природе существует много видов властвующего и подчиненного. Ведь свободный человек проявляет свою власть над рабом. Иначе, чем это делает мужчина по отношению к женщине и взрослый муж по отношению к ребенку, во всех этих существах имеются разные части души, только имеются они по-разному. Так рабу вообще не свойственна способность решать. Женщине она свойственна, но лишена действенности. Ребенку также свойственна, но находится в неразвитом состоянии. Таким же образом неизбежно обстоит дело и с нравственными добродетелями. Наличие их необходимо предполагать во всех существах, но не одинаковым образом, а в соответствии с назначением каждого. Поэтому начальствующий должен обладать нравственной добродетелью во всей полноте. В самом деле произведение просто принадлежит создателю, тогда как замысел это и есть создатель. А каждый из остальных должен обладать ею настолько, насколько это соответствует его доле участия в решении общих задач. Так что очевидно существует особая добродетель у всех названных выше, и ни одна и та же скромность женщины и мужчины, ни одно и то же мужество и справедливость, как полагал Сократ, но одно мужество свойственно начальнику, другое слуге, так же и с остальными добродетелями, это ясно из более подробного рассмотрения вопроса. Заблуждаются те, кто утверждает, придерживаясь общей точки зрения, будто хорошее душевное расположение или правильный образ действий и тому подобное, суть уже добродетели сами по себе. Гораздо правильнее поступают те, кто, подобно Горгию, перечисляет добродетели определенных групп людей. И, например, слова поэта о женщине «убором женщине молчание служит» в одинаковой степени должны быть приложимы ко всем женщинам вообще, но к мужчине они уже не подходят. Затем, принимая во внимание неразвитость ребенка, явно нельзя говорить о его самодавляющей добродетели, но лишь поскольку она имеет отношение к дальнейшему развитию ребенка и к тому человеку, который ребенком руководит. В том же самом смысле можно говорить и о добродетели раба в отношении к его господину. Мы установили, что раб полезен для повседневных потребностей. Отсюда ясно, что он должен обладать и добродетелью в слабой степени, именно в такой, чтобы его своеволие и вялость не наносили ущерба исполняемым работам. Может, пожалуй, возникнуть вопрос, применимо ли наше положение и к ремесленникам, должны ли и они обладать добродетелью, так как их своеволие зачастую наносит ущерб их работе? Или в данном случае мы имеем дело совершенно отличным явлением? Раб ведь живет в постоянном общении со своим господином. Ремесленник стоит гораздо дальше, а потому не должен ли ремесленник превосходить своей добродетелью раба настолько, насколько ремесленный труд стоит выше труда рабского. Ремесленник, занимающийся низким ремеслом, находится в состоянии некоего ограниченного рабства. Раб является таковым уже по природе, но ни сапожник, ни какой-либо другой ремесленник не бывают таковыми по природе. Ясно, что господин должен давать рабу импульс, необходимый для него добродетели, но что в обязанность господина вовсе не входит обучать раба этой добродетели. Неправильно говорят те, кто утверждает, что с рабом нечего и разговаривать, что ему нужно только давать приказания. Нет, для рабов больше, чем для детей, нужно назидание. Однако мы достаточно очертили эти вопросы. Об отношениях же мужа к жене, отца к детям, о добродетелях, свойственных каждому из них, каким путем должно в одних случаях стремиться к благу, в других избегать зла, все это необходимо изложить при рассмотрении государственных устройств. Так как всякая семья составляет часть государства, а все указанные выше люди являются частями семьи, и так как добродетели отдельных частей должны соответствовать добродетелям целого, то необходимо и воспитание детей и женщин поставить в соответствующее отношение к государственному строю, и если это не безразлично для государства, стремящегося к достойному устроению, то надо иметь также достойных детей и достойных женщин, и с этим необходимо считаться, потому что женщины составляют половину всего свободного населения, а из детей потом вырастают участники политической жизни. Основы положения относительно этого предмета нами определены. Опрочем, речь будет идти в своем месте. Ввиду этого мы наши теперешние рассуждения, считая законченными, оставляем и обращаемся к новому началу. Прежде всего разберем мнение тех писателей, которые представили свои проекты наилучшего государственного устройства. Продолжение следует... ... Продолжение следует...